Главный волшебный праздник зимы все ближе, и вот пришла пора поговорить о новогоднем оформлении вашего дома. И у нас сегодня в гостях флорист Ирина Ширшина. Доброе утро, Ира. Привет. Привет. Ира, невозможно не заметить той красоты, которую ты сегодня принесла. Расскажи, что это? Ну, в первую очередь, это веночки, которыми можно украсить свой дом, вот в преддверии Нового года. И у меня прям убедительная просьба понять, что веночки это не что-то траурное и грустное, это, наоборот, очень стильный, очень такой в тренде, да, способ оформить свой дом. И вообще, как бы, вся символика новогодняя, она просто, это безумное смешение религий различных. То есть это и язычество, и христианство. И, например, откуда наша любовь-то как ели, да, к елочке, которая стоит у нас ежегодно, да, дома. На самом деле, еще древние язычники вывешивали какую-нибудь колючую, да, хвойную веточку на наружную часть дверей своего дома, чтобы отпугивать злых духов, например. То есть это символ защиты дома? Символ защиты, символ какого-то вот оберега, да. И там та же самая елка, тоже те же скандинавы, те же язычники срубали дуб однажды огромный. И он своей кроной там порушил все, но одна елочка, из-за того, что она острая, сжала свои веточки так, что она как бы просочилась сквозь крону и распустила свои ветви обратно. И от удивления, от, о боже, какое чудо, одна ель устояла, с тех пор елка – это вот такой символ какого-то прямо добра, силы и победы, что ли, даже не знаю. Ира, ну я так понимаю, что елка – это не единственное дерево, да, из которого вы делаете венки. И из чего вообще вот эти работы в частности? Ну, вообще, это именно эти работы из Нобелеса. Это такой вид такого хвойного растения, которое даже без воды высыхает очень красиво, превращается в такой белесый-серый цвет. То есть именно эти венки из Нобелеса, они просто на века. Если их особо, конечно, там не играться с ними, а просто сложить куда-то и снова в Новый год повесить. Вот, так что... Ира, вот куда можно применить всю эту красоту? Ну, может, ну, я часто видела в фильмах, да, каких-то европейских, что вешали на дверь. Куда вот в наших домах, квартирах? Ну, на самом деле, конечно, идеальный вариант – это все-таки на дверь и на внешнюю часть. В западных странах это означает, что «велком», да, «добро пожаловать», «мой дом для вас открыт». Конечно, в нашей среде, наверное, не очень это актуально. Поэтому можно повесить... А спадковую чаще вешать. Да, поэтому можно повесить на внутреннюю часть двери, как бы. Чтобы никто уж не потрогал, ничего не оторвал. Да, чтобы выходишь из дома, радуешься красоте. Вот. Также есть, например, то есть вот это вот настенный такой вариант. Почему апельсинки, почему орешки, да? Это все плод, ну, как бы, да, запретный плод, поскольку христиане постятся перед Новым годом. Как бы издревле было принято украшать елочки, вообще дом яблоками, ягодками, какими только можно. Потому что это вот-вот скоро будет Рождество, и можно будет это все съесть наконец-то. Вот. Поэтому это вот такая символика, она неспроста на самом деле. То есть означает, что если вот этот веночек, да, настольный такой со свечами, означает, чем он будет полнее и богаче. То есть это еще не самый наполненный вариант, можно еще и яблочки, и орешков побольше. Это означает наполненный, богатый столб. Я бы не решился есть такую красоту. Ира, мы знаем, что вот у кого мало времени с лазы Нового года, можно всю эту красоту приобрести. А вот у тех все-таки, у кого я там затерялась свободная минутка, как можно своими руками, можно ли вообще своими руками сделать эту прелесть? Ну, вообще это, в принципе, это несложно. Главное просто понимать, что это все где-то рядом, да, тот же самый мох или там. Я, например, недавно дома, у меня осталась лишняя мишура, то есть которая мне не попала на елку. И я сделала определенную основу, просто из чего угодно, из проволоки или еще. И обмотала это все мишурой, привязала шарики там где-нибудь в уголочке, или вот они мне свисают. И повесила как раз-таки на наружную часть двери. Вот, потому что, пускай радуют соседи, на самом деле, эта штука. То есть это несложно. Все это возможно, и все это вокруг, рядом. А еще у меня такой вопрос, несет ли какую-то ароматерапию вот эти вот веночки? Мне кажется, что это все так вкусно пахнет. Корица, высушенные апельсины, шишечки. На самом деле, как бы, да, действительно, они пахнут, но только если прям принюхаться, грубо говоря. То есть прям как ароматизаторы в машине, они не источают такой запах. Но можно, например, те же самые свечи, они могут быть, да, с добавлением. И когда их будут поджигать, они будут давать определенный аромат. Ну и ты говорила, что эта штука достаточно долговечная, да, то есть можно один год повесить, потом приберечь, так же, как елочные игрушки, в нужный момент достать, видимо, да. Ну что же, Ира, спасибо большое, что пришла к нам сегодня в гости, поделилась такой красотой. Я думаю, что многие захотят попробовать сделать или приобрести такие вещи. Я напомню, что сегодня в гостях у нас была Ирина Ширшина, флорист.